С 1 февраля региональный оператор прекратил вывоз отходов из индивидуальных контейнеров у частных домов. Мусор в частном секторе теперь вывозят только из установленных мест накопления. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Горожанам приходится транспортировать свои отходы на сотни метров от дома. Пакетики с мусором люди возят на автомобилях. То есть при условии того, что у нас нет пешеходных сетей, там у нас люди перемещаются по дорогам, ну как они очищены, тоже другой вопрос. Все это на автомобилях, то есть каждый день сотни автомобилей возят пакетики. Но автомобили-то еще ладно. Есть у нас еще, скажем так, маломобильная группа граждан, это вот пожилые люди. Они вот мне звонят, ну в силу того, что у меня округ такой, они даже спрашивают, за что нам такое. Департамент городского хозяйства не может заставить регабератора вывозить мусор от каждого дома. Специалисты ДГХ могут только пересмотреть место расположения контейнерной площадки. В связи с внесением изменений, существующие законодательства, законодатель по становлению правительства Российской Федерации установил только два типа места накопления. Это либо контейнерная площадка, включая бункер, либо это мусороприемные каперы, непосредственно распространенные, ну установленные, непосредственно находящиеся на квартирном доме. Законом не предусмотрена возможность накапливать мусор в индивидуальных контейнерах. И региональный оператор не может ввозить мусор от каждого такого контейнера. Департамент городского хозяйства предложил вариант решения проблемы. Поэтому мы предложили депутатам и обратились к главе города с точки зрения рассмотреть целесообразность выхода законодательной инициативы, чтобы в качестве мест накопления твердокоммунальных отходов предусмотрели не только контейнерные площадки и мусоросборники внутри многоквартирных домов, но и индивидуальных контейнеров. Также депутатов интересовало, когда появятся контейнеры для раздельного сбора на специально установленных для этого площадках. Сейчас жители просто складируют мусор в эти места. По сути, никакого раздельного сбора нет. То есть мы обманываем население, получается, этой реформой. То есть, значит, никаких решений не принято жителями в МКД, что давайте раздельный сбор мусора проводить. То есть никакого инфляционного обеспечения нет. То есть просто свалки на самом видном месте. 1 марта уже заключен контракт. Все площадки будут демонтированы. Область обязала эти площадки поставить там, где есть мусороприемные камеры, для организации раздельного сбора. Они вперед дали деньги. Только потом областное правительство стало регулировать порядок перехода на раздельный сбор мусора. Согласно постановлению, решение о таком переходе должны принять общим собранием собственники каждого дома. Также депутаты собирались вернуться к обсуждению аукциона по содержанию дорог. Ранее мы рассказывали, что его выиграла компания ООО «Магистральстрой», но убирают улицы по-прежнему сотрудники ДЭП. В этом году своими прямыми обязанностями муниципальное предприятие занимается на правах субподрядная организация. Этот вопрос уже обсуждали на заседании комитета, но у депутатов остались вопросы. На новую встречу с народными избранниками нынешний директор Василий Ласточкин не пришел. Не было его предшественника Владимира Попкова. Рассмотрение вопроса перенесли на 28 февраля. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.